Проблемы соседей она знает как свои пять пальцев. Наталья Шакирова уже три года руководит ТСЖ-центр. Обслуживает она жильцов вот этой 70-квартирной пятиэтажки. Дому более 50 лет, и поэтому проблем с имуществом у собственников немало. Но решать их удается, даже несмотря на невысокий тариф. Тариф 1661, мы его не повышаем уже 4 года. Стараемся не ущемлять наших собственников. Но денег, конечно, не хватает. Выкраиваем. Выкраиваем буквально на то, на другое. Выкраивать Наталья Шакирова научилась на семинарах по программе «Управдом». Закончила она обучение весной. Прослушав курс из 10 лекций, председатель ТСЖ узнала, как и где можно сэкономить и куда позвонить за консультацией. Конечно, можно и в интернете самообразованием заниматься. Но это долго. А тут вам доносят знания, и вопросы, возникающие людей много на учебе, по ходу этих лекций, тут же сразу задающиеся вопросы, и тут же сразу же они обсуждаются и находятся пути решения. Очень полезно. Всю жизнь у жильцов дома была проблема с парковочными местами. Двор узкий, и помещалось в нем не более 20 машин. Вопрос решили. Автолюбители скинулись по 15 тысяч рублей, и каждый сделал себе отдельное место под стоянку. Это падающий барьер, он открывается, вот можно видеть здесь, запирается на замочек, подъезжает машина, откидывается барьерчик, машина заезжает на парковочное место. Это не в собственность это место, а в пользование это место. Вот, и теперь у нас тишина и спокойствие. А были воины прямо? Дикие, дичайшие просто. На оставшиеся деньги обустроили детскую площадку. Теперь в планах у Натальи Шакировой замена забора и фасадные работы. Чтобы их сделать необходимо 6 миллионов рублей. Своими силами не справиться, нужно вступать в программу. Как это сделать, тоже научили на семинаре. Вообще программа «Управдом» разделена на три направления. Председатель ТСЖ, деятельность Совета многоквартирного дома и основы управления. Собственники помещений должны более подробно изучить жилищный кодекс. Что такое жилищный кодекс, какие происходят изменения по жилищному кодексу, какие взаимоотношения между управляющей организацией и собственником помещений, какие есть права и обязанности собственников помещений, какие есть права и обязанности нанимателей помещений. В прошлом году у Владимира провели 22 семинара и обучили более 700 собственников. Набор в группы идет и сегодня. Вечерние занятия проходят еженедельно в течение двух месяцев. В качестве учителей – профессора и преподаватели Владимирского института бизнеса. А записаться на бесплатные семинары можно в своей районной администрации.